МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неудавшееся убийство. Он взял нож и нанёс порядка четырёх ножевых ударов по телу женщины. Кровавая поножовщина в Новопокровском районе. Огненный рубеж, силовые испытания и приёмы борьбы. Корреспондент Кубань-24 отработал полицейский захват на полковнике МВД. На свет в сопровождении полиции. Сотрудники ДПС помогли добраться в роддом роженица. Приветствую зрителей телеканала Кубань-24. В эфире факты происшествия. Уголовное дело о неудавшейся попытке убийства отправится в суд. Фигурантом по нему проходит мужчина, который пытался зарезать тёщу и бывшую жену. Все они жили в одном доме, даже после развода супругов. Но отношения не клеились, а в сентябре прошлого года и вовсе дошли до поножовщины. Мужчина в пьяном угаре поссорился с тёщей и кинулся на неё с холодным оружием. Он взял нож и нанёс порядка четырёх ножевых ударов по телу женщины. На крики пострадавшей прибежала бывшая супруга. Стала оказывать активное сопротивление фигуранту, благодаря чему женщине-пенсионерке удалось убежать, выбежать на улицу и вызвать сотрудников правоохранительных органов. Тем временем мужчина накинулся с ножом на бывшую жену. После нескольких ранений она потеряла сознание, но быстро пришла в себя. Это спасло ей жизнь. Экс-супруг собирался нанести последний, решающий удар. Женщина успела вернуться и убежать. Заломышленник скрылся, но позже был задержан полицейскими. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Краснодарские стрелки останутся под стражей как минимум до марта. Такое решение вынес октябрьский райсуд. Накануне он продлил меру пресечения фигурантам громкого дела. Никите Медведеву, Дмитрию Карачкину и Владиславу Гмыре. Их обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях. Напомню, что подозреваемых в перестрелке с полицейскими задержали в конце августа. По версии следствия огонь открыл Никита Медведев. Он сначала избил одного из автоинспекторов, а затем ранил из травматического пистолета сотруднику полиции. После этого сел в иномарку и сбежал. По пути из автомата он открыл огонь по патрульному автомобилю ДПС, который его преследовал. Затем на Тургенево-Торбеково протаранил несколько машин и с оружием в руках скрылся. Он был задержан в доме своих знакомых в хуторе Копанском. Медведева обвиняют в посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия в отношении стражей порядка, а также покушении на убийство. Остальным фигурантам обвинения предъявлены в зависимости от роли каждого. Напомню, что в ходе следствия выяснилось, что задержанные также причастны к жестокой расправе над краснодарским спортсменом. По этому делу был также задержан бывший сотрудник полиции, участковый полномоченный из Новороссийска. Зломышленники избили молодого человека, а затем выстрелили ему в голову из травматического пистолета. По данным Следственного комитета края, потерпевший чудом выжил. Всего по делу проходит 8 подозреваемых. Четверо из них объявлены в розыск. Сегодня пришлось эвакуировать один из краснодарских лицеев. Утро с тревоги началось у воспитанников 90-го лицея. Спустя несколько минут после начала урока шестиклассники и педагог начали задыхаться. По предварительной версии, в кабинете распылили газовый баллончик. В итоге всех детей персонала, а это 1100 человек, вывели на свежий воздух. На место прибыли полицейские. Они опросили первых пострадавших. Остальных школьников отпустили домой. Здание проверили кинологи с собаками, но ничего не обнаружили. Все опрошенные ученики отрицают, что в классе был распылен перцовый газ. Поэтому полиция назначила проведение дополнительной проверки. Вдвоем на беззащитную пенсионерку в Сочи злоумышленники ограбили пожилую женщину. Преступление произошло в одном из скверов и попало в поле зрения камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина нападает на пострадавшую со спины. Он повалил ее на землю и попытался вырвать сумку, протащив женщину по асфальту. Но пенсионерка слишком крепко ухватилась за ручку. Как только злоумышленник отступил, женщина начала подниматься на ноги. В этот момент подбежал второй грабитель и завершил начатое подельником. Сообщники обогатились на 15 тысяч рублей. Правда, ненадолго. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Центрального района УВД по городу Сочи были задержаны двое жителей сопредельной республики. В настоящее время они взяты под стражу. За что задержаны? Что сделали? Наркотики употребляете? Нет. Вину признаете? Грабителями оказались двое жителей Абхазии. Сейчас сразу же порядка разыскивают других возможных жертв, предполагаемых преступников. Криминальным туристам грозит до 7 лет лишения свободы. Далее переходим к обзору дорожных происшествий. Сразу три аварии на одном и том же перекрестке за день случились в Краснодаре. Ошибки водителей, которые привели к ДТП, видела Инна Чайка. Она изучила кадры, снятые камерами наблюдения и готова поделиться подробностями. Невнимательность водителя привела к ДТП Надзержинского. Он поворачивал налево и столкнулся с легковушкой, у которой был приоритет в движении. По всей видимости, в плотном автопотоке владелец синей иномарки не заметил серый седан. В результате участники ДТП перекрыли путь другим автомобилистам. Владелец «Жигули» протаранил стену магазина. На пересечении Российская и Солнечная он ехал прямо, когда в поворот заходила иномарка. Удар пришелся покасательный. Отечественный ваз сменил траекторию движения и врезался в здание на углу. К счастью, водитель «Жигули» не пострадал. Он вышел из машины и подошел к предполагаемому виновнику поговорить. Увозить «семерку» с места ДТП пришлось на эвакуаторе. На этом перекрестке за сутки произошло сразу три аварии. Еще одна случилась рано утром. Серебристую иномарку, видимо, занесло на скользкой дороге. Радиус поворота оказался слишком большим. И легковушка протаранила встречный автомобиль, а затем выскочила на газон. Третье ДТП случилось ближе к вечеру. Владелец хэтчбека поспешил повернуть, а второй участник аварии хотел успеть проскочить перекресток. Оба двигались на мигающий желтый. Теперь автоинспекторам придется разбираться, кто виноват в этом дорожном происшествии. Едва не поставил на крышу свою машину водитель грузовой «Лады». Он заезжал на кольцо и не пропустил внедорожник, который двигался по главной. Мини-фургон боком встал на два колеса и чуть не опрокинулся. Но в последний момент вернулся в исходное положение. Обошлось без пострадавших. Подтолкнул зазевавшегося водителя шофер грузовика. Легковушка продолжала стоять на светофоре, когда и уже горел зеленый. Видимо, этого не заметил рулевой длинномера. Он двинулся вперед и едва не подмял под себя десятку. В роддом в сопровождении полиции в Калининском районе инспекторы ДПС помогли добраться до медучреждения роженицы. Ребенок готов был появиться на свет в машине. У будущей матери уже отошли воды, когда глава семейства вез женщину в роддом. Так бы и случилось, если бы отец ребенка не обратился к автоинспекторам. Полицейские Сергей Цибулькин и Эдуард Волочай сели в патрульные автомобили и включили мигалки. Подвой сирен они сопроводили молодых родителей в роддом. Доехали, получается, до поворота на станицу Величковскую. Там образовался затор. Ну, чуть-чуть посомневавшись, я увидел сотрудников ДПС. Решил к ним обратиться за помощью, так как у жены уже отошли воды. Спустя два часа на свет появился мальчик. Назвали его Степой. Во время выписки и встречать молодую маму с малышом пришли не только родные, но и автоинспекторы. Они вручили даме цветы, а ребенку пожелали здоровья и счастливой жизни. Оказывать первую медицинскую помощь сотрудники полиции обязаны уметь. Они проходят для этого специальную подготовку. Но кроме этого к стражам порядка много других требований. Они должны уметь метко стрелять, быть в хорошей физической форме, знать приемы борьбы и законы. Все это они периодически отрабатывают во время сборов. Участвуют в них не только рядовые полицейские, но и их руководители. Начальники районных и городских отделов МВД края сменили строгие форменные кители на спортивные костюмы. В Краснодар съехались 44 человека в звании не ниже подполковника, чтобы сдать нормативы. Игорь Луговской побывал на сборах и даже сошелся в рукопашном бою с одним из участников. Огонь! На огневой рубеж начальники заступают строго пятерками. Мишень от них отделяет расстояние в 15 метров. Это оптимальная дистанция для проверенного временем пистолета Макарова. Чтобы попасть в яблочко есть 4 выстрела. Девятки и десятки выбивает почти каждый страж порядка. Огневая подготовка это один из этапов учебных сборов, которые проводят ежегодно. Так как руководители в первую очередь у нас занимаются в том числе и подготовкой личного состава, без знания и выполнения ими этих требований, соответственно, невозможно требовать этих же результатов от подчиненных сотрудников. Показать уровень физической подготовки полицейские могли в силовых испытаниях. На выбор подтягивания, жим гири или отжимания от пола. Именно их, кстати, сдавали большинство правоохранителей. Несмотря на годы, многим удавалось перевалить отметку в 50 повторений. На это способен не каждый молодой парень. Проходили зачеты по челночному бегу. 49-летний Владимир Бараковский, например, без проблем преодолел дистанцию за 17 секунд. Результат лучше, чем прописано в нормативах. Руководители должны быть подготовлены таким образом, чтобы могли дать отпор любым противоправным деяниям. Не просто руководить, но и своим примером показать, как необходимо выполнять те или иные нормативы по физической, служебной и боевой подготовке. Помимо прочего, подполковники и полковники сдают нормативы по самообороне без оружия. Самбо. И как несложно заметить, с ними у них полный порядок. За каждый этап участникам сборов начисляли баллы с учетом возраста. Задача набрать максимум для подтверждения класса своей подготовки. Организаторы не забыли и про теоретическую часть. Начальники прошли тестирование на знание нормативных актов и изменений в законодательстве. Правоохранители, показавшие самые высокие результаты, были отмечены на расширенном заседании краевого полицейского главка. Игорь Луговской, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи и всего хорошего. Эфир Кубань-24 продолжит программа «Факты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова